На этой неделе пришла новость из Даугавпилса. Трудностью другого крупного предприятия, локомотиворемонтного завода. Просят помощи государства, нужны госгарантии. Спасать или нет, такое решение в ближайшее время предстоит принять правительству. Но чтобы понять масштаб происходящего, личное дело отправилось в Даугавпилс. Даугавпилские локомотивы, ремонтный завод. В этом году предприятие отметило 150 лет. И в этом же году столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Здесь ремонтируют железнодорожный подвижной состав. Такими локомотивы приходят старые, ржавые. Этому примерно 30 лет. Затем мы его производим ремонт рамы на этой позиции. Потом производим обработку, антикоррозийную обработку. Потом грунт, окраску. То есть рама приобретает совершенно другой внешний вид. Другой тепловоз уже приобрел свежий вид. Прямо на наших глазах его поднимают. Дальше он пойдет на сборку. Ему установят двигатель, оборудуют кабину машиниста. Как здесь говорят, поставят начинку. Не только ремонтируют. Завод участвовал в проекте модернизации поездов. Скандально известным. Когда они смогли закупить новые поезда, политики не договорились. Так хоть решили починить старые, чтобы не потерять европейские деньги. Но и в этом случае не вписали сроки. Затянули. И теперь должны заплатить штраф. 2 миллиона евро. Так выглядит двигатель. Сердце локомотива. На заводе гордятся. Только-только отремонтировали 10 двигателей немецких. И еще столько же польских. Приходится искать новые рынки. На Россию давно полагаться нельзя. А заказов от Латвии не так много, как хотелось бы. Ну а так выглядит тепловоз, который практически готов. Идет на пробный заезд. Еще во время кризиса 2008 года предприятие поняло. Нельзя делать ставку только на ремонт. Начали развивать совершенно другое направление машиностроения. Сами изготавливают детали не только для железнодорожных составов. Мы даже иногда не знаем, куда мы делаем. Потому что дают чертеж. Есть ремни чертежа и вперед. А куда, где там закрутится он на каком судне или какой-то Тойоте заработает, мы не знаем. Иногда бывают уникальные, можно сказать, штучные заказы. Недавно отливали забор для католической церкви. Еще был интересный опыт. Сделали две платформы для вывоза радиоактивных отходов. Или вот, например, сейчас изготавливают трубу для даугавпилской котельной. Поэтому говорят, все время должны быть оборотные средства, чтобы закупать материалы и запчасти. Мы получаем заказы в чертежах, которые от момента получения заказа до момента получения изделия месяц. Чертеж, цена, запчасти, поставка и так далее. Именно поэтому нам нужно держать металл на складе. Если мы идем, говорим клиенту, что ребята, да, мы с вами будем работать, но у нас сейчас оборотки нет, мы там потом приходить через полгода, они уйдут. То есть конкурентов полно. В последнее время у завода черная полоса. В 2012-м отремонтировали 120 локомотивов. Теперь в два раза меньше. Еще год назад на предприятии трудились больше тысячи человек. Половину пришлось уволить. Остались 545 сотрудников. Но и они под угрозой сокращения. Переговоры с банком зашли в тупик. Завод должен вернуть кредит, однако не может. Светбанк подождать не соглашается. Мы не первые, которые с таким случаем сталкиваются, но мы не ожидали. Решили просить помощи у государства, чтобы предоставили госгарантии. Для Даугапилса этот завод играет такую же роль, как для Лепы, Леповский металлург. В среду мэр Даугапилса отправился в Ригу, встречался с министрами. Предприятие просит государственный кредит на 10 миллионов евро на 15 лет, но конкретную сумму уже можно говорить после анализа финансовой ситуации и конкретно данного займа. Я пока не получал просьбы о помощи. Но перед тем, как что-то рассматривать, завод должен предоставить план, как он видит свое будущее и что ему необходимо. Надеюсь, такой план получить. Тогда и будем решать. Говорить о госгарантиях преждевременно. Не исключено, можно помочь иначе. На вопрос, что будет, если государство откажется подставить плечом, на заводе отвечают так. Самый плохой сценарий. Ну, закроем бизнес этот. Ну, вот 500 человек останутся на улице. Для государства это может быть мало, для города это много. Так что политики должны серьезно подумать, каких избирателей они себя создают. Личное дело. Диана Спойну, Латвийское телевидение.